Интересный вопрос о том, как часто надо вести противопаразитарную программу Вот смотрите, мы уже примерно с вами выяснили, что если касается паразитов в виде червей, у них два периода в году размножения Это весна и осень, когда становится так сыро, а температура еще плюсовая Вот это то, что для паразитов наиболее благоприятно То есть это два периода, когда желательно делать профилактическую чистку от паразита И совсем иное, я вот вам много рассказывал о диагностике Диагностике, насколько организм зашлакован, насколько лимфатическая система в порядке или нет И наконец-таки диагностика наличия паразитов в организме То есть все это самостоятельно отслеживается при определенных знаниях, которые я и изложил Так вот, если у вас прыщавая кожа где-либо и постоянно это как-то держится Или так они выскочили, прошли и выскочили, прошли То есть это говорит о том, что стрептококковая инфекция у вас в организме В организме И не просто в организме, она уже переполнила Что уже лимфатическая система через кожу пытается там от чего-то избавиться Далее, если у вас частые простуды, насморки Какие-то недомогания, упадок сил, что-то такое Это тоже говорит о том, что не обязательно таглисты Нет, это болезнетворная микрофлора в виде микробов вредных и грибков Или как говорят, условно-патогенная микрофлора Ест вас поедом Что тут надо делать То есть частые ангины Насморки там Ночные потения Потения во сне Это говорит о том, что в организме полно вот этой вот мельчайшей инфекции И здесь уже не до курса А надо брать и будем, говорит, постоянно что-то принимать Ну, например, керастин Вначале он, конечно, организмом как-то не особо воспринимается Но в дальнейшем пьется аки-вода И делает свое дело Далее, смотрите Если у вас идет газообразование в кишечнике Стул неоформленный Такой какой-то непонятный Ходить его нерегулярно То пошли, то нет Значит, здесь идут семена тмина Либо глотаете, как я Либо там слегка разжевали, проглотили Либо какие-то отвары пьете на основе тмина Важно добиться работы кишечника Либо какие-то там боли есть В районе живота Ну, вот поселилась зараза С детства поселилась Никто в детстве за нами не смотрит Сходил, не сходил Как сходил Сахарочек съели, сладеньким запили И С детского возраста Мы выращиваем в себе Какую-нибудь болезнетворную микрофлору Грибницу Потом удивляемся Что-то у нас тут язык белый Выделения какие-то творожистые Снизу Как у мужчин, так и у женщин Вот, смотрите С детства это продолжалось Ну Когда вы эту Программу мою Сейчас увидите Там в 20 лет вам В 40 лет В 60 лет И сразу же Как бы сказать Сравните Что там было И поймете Потому что Все, что у нас было Там в детстве И мы думали Что Ага Избавились от лишая А он просто Ушел Внутрь И трансформировался Там В какой-то иной Вид заболевания То есть Пошел там по суставам Пошел по сосудам Пошел по сердцу И в результате Ага Возникает вот такое Простые прыщички Или там болезни Ангины Гнойной Особенно ангины Мы не связываем Далее с болезнью сердца С болезнями Тоже Предстательной железы Тех же Отклонений В работе Там Женских Половых органов Как-то Вот что-то Они перестали Работать Что ж это такое Надо их Лечить А тут Знаете Весь организм Уже Прогнил И надо Всю эту инфекцию Ну и плюс Разного рода Опухолевое заболевание Возникающее От наличия грибка Лечим Годами Грибок ногтя Или еще что-нибудь там такое То есть Наличие Грибков на ногтях Уже говорит о том Что надо Очень серьезно Заниматься Своим организмом Добиваясь Излечения От того Чтобы этот Грибок Ногтя ушел Не уйдет Значит Со временем Получим Опухоль В том или ином месте Кишечник Плохо работает То же самое Начнутся Какие-то проблемы Непонятные Со всем Организмом В первую очередь Упадок сил Во вторую Это тут Головные боли И давление Будет скакать И аритмия Будет То есть Все начинается С малого Ага Присчитан На коже А тем более Если Были фурункулы А мы думаем Вылечились Все нормально Ха-ха-ха Потом Под кожей Мышцы Становятся Какими-то Каменными Что-то У нас там Высыхает Щелкает Стягивает Появляются Сильнейшие Боли По ночам И начинаем Ну и Другие 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 Заболевания Вот В этом Случае Перерывы Вообще Делаются В противопаразитарке Маленькие Избираются Более-менее Приемлемые Средства Какие-то Отлично Для меня Удобно Это Керосин И тмин Семя тмина Если его Пожевать Как раз Напоминает По своему Вкусу Керосин А керосин Разжеванное Семя тмина Черного Особенно Плюс Там какие-то Другие Спицы Используются А в противном Случае Этого Мало Да Еще мы не Поговорили О таком Виде Как герпес Вот Вроде бы Герпес На губах Выскочил Там Потом Прошел Излечился Потом Опять Появляется Все Распределение Раз это Произошло Значит Тут Надо Капитально И длительно Обрабатывать Свой организм И Запомним Мой Уникальный По своей Наглядности Пример Дерево В лесу Упало Буквально Таки Через год Его Сожрали Грибки Все Его Нету Из Дерева Сделали Шпалу Смочили Ее Пропитали Ее Чем там Керамзитом Ну короче Пропитали Разного рода Смолами Жидкими И не так Жидкими И она Десятилетиями Лежит В сырой земле На солнце Под дождем И С ней Ничего не Происходит Поэтому Вывод Такой Простой Для того Чтобы От всего Этого Избавиться Надо Пропитать Своё Тело Такими Веществами Которые Бы Не мешали Нашей Жизнедеятельности Но в то же Время Способствовали Тому Что Защищают Нас И вот Эту Пропитку Далее Поддерживать Возможно Это Здоровых Людей Правда Здоровых Людей Я особо Не находил Они Знаете Как Динозавры Среди Нас Это Может быть И не касается А зато Всех Остальных Поголовно Начиная С такого Уже Подросткового А то и раньше Детского Возраста Так Отрак Примерно Это человек Но Лет после Семи Лет до Двенадцати Четырнадцати Уже Это все Надо делать Особенно Особенно Наблюдая Что Происходит Есть ли Газообразование Болит ли Животик Были ли Прыщечки А тем более Если Черяки Устает Головные Боли Ну и так далее Тогда Эти программы Идут Мощно И они Тут Можно сказать Если хотите Быть здоровыми Обязательно А если Ну Грубо говоря Вот Если А если Вроде как Думаем А здоровы Это нам особо Не надо Мы с вами Люди Общественные Общаемся В семье На работе В транспорте И там Людей Несущих Разного Рода Себе Инфекцию Огромное Количество Огромное Количество И от Всех Их В той Или иной Мере Мы что-то Цепляем Пока Сильные Как-то Отражаем А нет Принимаем И особенно Плохо Это Когда идет Половое Пщение И вот здесь Получается Чем Чаще Сменяются Партнеры Тем Хуже Для здоровья Человек То есть Постоянно Идет Какой-то Смена Или агрессия Микрофлоры Партнера То есть Эти микрофлоры Начинают Между собой Сражаться У кого Какая Дабы Как-то Обменяться И в результате Получается Постоянно Мы Себя Подзаряжаем Подзаражаем Таким вот Образом Поэтому Вот Как раз Нравственная Сторона И Гигиеническая Выступает Как основной Фактор Нашего Здоровья Вроде бы Мужчина Или женщина Все Здоровенько Все хорошо Ага Нравится Парнишка А у него Там После армии Грибок Естественно Через какое-то Время Он Лет через Двадцать Совместной Жизни Он Перелазит На Женский Организм Ага Какая-то Прыщечки Там То Все Вместе С Поцелуями Обнимашками Тоже Передается В ту Или Другую Сторону Потом Мы Удивляемся Чего У нас Там Зубы Повываливались Вот Мы С вами Коснулись Противопаразитарки И тем более Если Мы Проведя Допустим Ну пусть Там Год Усиленного Противопаразитарного Применения Лечения Получаем Рецидив Значит Это Указание На то Что Надо Дальше Продолжать В том же Духе И Что Еще Как Правило Микробы Грибки Они Тоже Приспосабливаются К Нашим Противопаразитарным Средством Поэтому Можно В этом Отношении Экспериментировать Вводить Так Вводить Этак Менять Их Эти Средства Чтобы Нащупать Для себя Более Эффективное Потому Что У одного Допустим У него Больше Стафилококкол Золотистых Одно Прещами Покрывается Вот Это Для него Такое Хорошее Средство Именно От Этих Стафилококкол А у Другого Этих Стафилококкол Нет У него Допустим Кандида Ему Надо От Этого Больше Избавляться А в целом Нужно Такие Применять Средства Естественные Которые Вот Щадят Нашу Собственную Микрофлору Либо Практически Ее особо Не затрагивают Особенно Если это Пищевые Какие-то Но зато Хорошо Воздействуют На На Вот Эту Вредную Гнилостную И Бродильную Микрофлоры И Здесь Вот Хорошо Для Того Чтобы Оказать Помощь Нашей Лимбатической Системе Потому Что В основном Она Сражается С Этой С Этой Врагом Вражиной Использовать Голодание Голодание Чтоб она Так более Менее Поработала Суточек Трое То есть Именно Процессы Которые Будут Разворачиваться В Лимфатической Системе Они Где-то Вот После Трех Суток А так Пока То 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 Хотя В некоторых Буквально Так С первого Дня Начинается Действие Но Не будем Себя Обманывать Легкостью И простотой Важно Важно Себя Не убаюкать Легкостью И Простотой А Понимать С кем Мы имеем Дело С чем Мы имеем Дело И Серьезно К этому Отнестись То есть Где-то Можно Действительно Раз в две Недели Там Суточки В дни Кодаше Отголодать Ну Получится Двое Трое Хорошо Частить Не надо А раз Там Допустим В месяц В полтора Месяца В два Месяца Трое Терри Четверо Пятеро Суточек Раз так Платив Систему Это Очень хорошая Вещь Подспорье Будет Ну И Конечно Ж Проводя Противопаразитарную Программу Надо Обратить Наипристальнейшее Внимание На Питание Сладости Что подкармливает Всех этих Микробов И грибков Это Сладости И Если Их избыток Допустим Мы съели 100 грамм Из этих 100 грамм Там Конфет Пускай 50 грамм Мы сами Усвоили А пока Усваивали Мы эти 50 грамм Остальные 50 грамм Грибки Микробы Усиленно Потребляют То есть Это для них Субстрат Для размножения И о том Что мы С вами Вот смотрите Неправильно Питаемся Или переедаем Вот этих Сладостей Или еще чего-то Говорит То что Допустим Вот мы Держимся Держимся Ага Настал там Какой-то Праздник Мы отвязались Поели Хорошенько Того-сего И буквально Такие На Следующий день Либо дня Через 2-3 У нас Возникает Там Повышенное Слизоотделение Либо прыщечки Появляются Либо Выделение Появляется Все это Как раз Указание На то Что Что вот Этот процесс Мы таким образом Запустили Ну а таки От Наблюдения И заканчивая Противопаразитарку Как часто Ее надо Применять Как долго Как с ней Работать Важно Понимать По своему Состоянию Внешним Признакам Что происходит В вашем Организме Какая Инфекция Где Гнездится И Применять Соответствующие Средства Для того Чтобы Ее Выселить Из организма А Новой Не набраться Это Важная Вещь Значит Новой Не набираемся Начнем Так Старую Выселяем Новую Не хватаем И То что у нас есть Не подкармливаем Вот эти Вот три вещи И тогда Будет все нормально Тогда вот Как-то силы Появляются Становится Интереснее Жить И мы думаем Больше О самом Процессе Жизни Нежели О том Как Сохранить Здоровье Доброго Здоровица Не забывайте Себя Подпитывать Укреплять Уверенность Спокойствие Сила Красота Богатство Уверенность Спокойствие Сила Красота Богатство Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахов Про Доброго здоровьица И до новых встреч Благодарю за просмотрю До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok